Горная долина, которую покрывают цветущие маки. Но когда узнаешь, что пейзаж на холсте это Армения, цветы становятся кровью. Так художница Мария Аджинян отвечает на злободневную тему – недавнюю войну на ее родине. Сама автор говорить отказалась, мол, мое дело картины писать. Так что остаемся наедине с красотой суровых гор, народных мотивов. Шесть выставок и минимум классики. В стенах галереи Республика Изо буйство красок, смелых образов. И в целом, как любят выражаться не слишком искушенные зрители, типичное современное искусство. Я думаю, молодые художники как раз-таки дают нам такую возможность абстрагироваться от того шаблона, который принят, когда все строго по перспективе, например, или по каким-то законам художников, которые их, в общем-то, использовали. А сейчас можно немного расслабиться. А это экспозиция изображения звука – 46 виниловых дисков. Руку к ним приложили и молодые авторы, и художники старшего поколения. По сути, художественная акция длиной почти в три десятка лет. Еще в 90-х годах такие музыкальные картины создавало объединение «Тихая мансарда». Мы, наверное, сделали это, чтобы показать, что это циклично. То есть каждый год, каждое столетие, каждые 50 лет люди все равно отошлистляют музыку. И живопись как искусство – это все идет рядышком. Также здесь можно познакомиться с особым видом искусства – театральной плакатной графикой в исполнении Ксении Люстиковой. Или полюбоваться пастельными миниатюрами Полины Трухиной. Работать все эти выставки будут до 17 января. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.